Изменился тариф или объём потребления услуг. В январе жители Запорожья получили платёжки за предыдущий месяц и удивились, оплата за центральное отопление увеличена, причём в несколько раз. В чём причина, выясняла Наталья Зайченко. Запорожская пенсионерка Раиса Колесник показывает платёжки, которые она получила за услуги, оказанные в декабре. Женщину удивила сумма в строке «Центральное отопление». Согласно выставленным счетам, Раисе Паулне придётся заплатить почти 280 гривен, при том, что за предыдущий месяц эта сумма была в три раза меньше. Вот в этой платёжке написано тариф за декабрь месяц, за квадратный метр 6 гривен 53 копейки. А вот за прошлый месяц, вот, видите, за прошлый месяц, за листопад, было гривня 77 копеек. Как говорится, почувствуете разницу, да? Разницу, говорят в концерне, городские тепловые сети почувствовали все жильцы, чьи дома оборудованы счётчиками. Прибор учёта чётко показывает, какой объём тепла потреблён за месяц. В декабре для сохранения нормального температурного режима в квартирах газа потребили больше. Наши котельные работают на температурные графики и дают то количество тепла, необходимое при любых погодных условиях для обеспечения нормативной температуры в квартирах. В ноябре месяце среднемесячная температура была плюс 6, воздухотемпература, то в декабре месяце среднемесячная температура была минус 0,4 градуса. Конечно, разный объём тепла был поставлен в дома для поддержания нормативной температуры в квартирах. Стоимость отопления, объясняют в концерне, может быть разная даже в двух однокитных домах. Всё зависит от технических характеристик многоэтажки, качества её утепления. Тариф при этом едины для всех, хотя всем жильцам всё равно не угодишь. Одних уровень отопления устраивает, другие открывают зимой форточки. Я понимаю, что в наших платёжках будет стоять та цифра, сколько мы потребили в соответствии с теплощётчиком. Но регулировать подачу тепла мы сами не можем. Это как раз очень актуальный вопрос в тему создания ОСМД. Там, где жители распоряжаются самостоятельно, как коллективный заказчик, и они сами определяются своим коллективом, своим собранием, какой объём тепла им необходим для комфортности, заказывают этот объём тепла и получают такой, как подписан в договоре. Тарифы же на отопление, подчёркивают, в концерне никто не увеличивал. И любые колебания в платёжках связаны исключительно с изменением количества потреблённого тепла.